Привет, город! В студии Самиян, Толя Хорошева и команда Сигмы. Давайте посмотрим новости четверга. Мы начинаем. До юбилея нового Оренгоя остается все меньше времени. Два теплых строительных сезона. И чтобы порадовать город внушительными долгожданными подарками, набранные темпы стройки подрядчиками снижать нельзя. За ходом работ следит окружной департамент капитального строительства. Скорость, с которой в газовой столице растут новые объекты, впечатляет. Раз, и на пустыре возникает огромное строение, которое уже сейчас называют украшением и визитной карточкой не только города, но и всего округа. В нем разместится большой концертный зал, музей, библиотечные комплексы, даже гостиница. Ключевые стройки нового Оренгоя во время рабочей поездки осмотрел заместитель губернатора Александр Емельянов. Такой объект, значит, может быть, один-два раза в жизни строится. И очень довольны, что у нас будет такой шанс на Скрайнем Северу построить и так уникальный объект. Мы очень стараемся, что этот объект будет как подарок на один город, значит, в следующий год, 25-й год, 1 сентября, что это уже должно быть все готово. Здесь почти тысяча человек, мы всюду работаем. Буквально через дорогу еще одно впечатляющее сооружение шестиугольной формы с кубическими объемами, выступающими за плоскость основного фасада. Это Кванториум. Центр нового формата дополнительного образования. Работы, отмечает подрядчик, идут с опережением. Сдать 9 тысяч квадратных метров планируют в конце этого года. Вместе с внутренней черновой отделкой, штукатуркой и стяжкой строители занимаются благоустройством прилегающей территории. Смотрите, где квадратные участки, тут будет много дерева, а где округли, тут будут светильники. А эти березы, которые уже были, мы сохраним и в таком состоянии останутся. Ведутся тоже наружные работы, благоустройство, как видно, занимаемся укладком плитки, бордюра и ожидаем асфальт на завтра, послезавтра и фасад. Благоустройство у новых объектов уделяют большое внимание. Все для того, чтобы горожанам было приятно находиться на этих территориях. Идеи проектов множество, каждую тщательно прорабатывают. Мы дорабатываем эту идею, вот вход в центральный, вот в водную гладь, там несколько идей сейчас направим. Может быть даже флаги будут, но просили именно, чтобы было отражение воды. Заместитель губернатора Александр Емельянов отметил, есть над чем работать, есть где ускоряться. Кого-то хвалил, а кому-то давал наставления. Строители, в свою очередь, заверяют, прилагают максимум усилий, чтобы успеть к большому празднику. Вера Потлова, Евгений Шевченко, телерадио, компания «Сигма» для НУР-24. Выходные не за горами, и мы уже готовы рассказать, где в Новом Ирингое точно будет весело. Явки и пароли, а также другие новости города, далее в подборке. Антон Колодин, исполняющий обязанности главы города, поделился в соцсетях дизайн-проектами детских площадок во дворах микрорайона «Оптимистов» и на улице Сибирская. Возле домов 2.1 и 2.2 в микрорайоне «Оптимистов» уже залили бетонные основания и поставили ограждения. На очереди монтаж новых качелей, скамеек и игровых элементов. Зону отдыха на Сибирской возле домов 65 и 69 дополнят большие деревянные качели. Площадку зонируют с учетом интересов разных возрастов. Сейчас идет демонтаж старых конструкций. Уже в эти выходные на городской площади пройдет полюбившаяся новоуренгойцам и особенно детям пенная вечеринка. Мероприятие проходит уже не в первый раз в рамках улетных выходных. Гостей ждут не только пена и мыльные пузыри, но еще и выступления шоу-группы из Тюмени «Ливбенд Винил». 13 июля в субботу с 16.30 до 9 вечера. Городская администрация вновь напоминает, что купаться в новоуренгойских водоемах запрещено. На пляжах рек и озер можно загорать и отдыхать, но заходить в воду категорически нельзя. Это может быть опасно. Муниципальная инспекция регулярно проводит рейды. В ходе последнего было замечено много детей, которые плескались сами по себе в речке и даже собирались прыгать с моста. Что также категорически запрещено и крайне опасно. Власти просят следить за детьми и соблюдать правила безопасности. В соцсетях новоуренгойцы задаются вопросом, почему возле многих домов появились мусорные баки, а сами помещения мусорокамер закрыты. Рассказываем. В городе идет масштабное обновление. Старые баки меняют на новые, современные на колесах. Их закупил региональный оператор по обращению с ТКО. Новые баки удобнее в использовании. Но чтобы их выкатывать и закатывать в помещение, необходимо модернизировать сами мусорокамеры. Выровнять бетонные полы. Сейчас этим занимаются управляющие компании. В некоторых подъездах работы уже завершили. А полностью весь город должен обновиться до наступления холодов. Если возле вашего подъезда на улице стоит новый мусорный бак, просьба не пользоваться мусоропроводом до завершения работ и выкидывать отходы в новый бак. Это временная мера, необходимая для глобального улучшения ситуации с вывозом мусора. Мастерская добросборка из Салихарда к 1 сентября отправит 5 компьютеров в одну из школ Волновахи. Мастерская известна по всему Ямалу тем, что дает вторую жизнь компьютерной технике, которая приносит пользу разным учреждениям и нуждающимся семьям. И это не все дары, которые делает округ. Подробности далее. Ямал передаст московскому зоопарку шестерых овцебыков из природного парка Ингелор. В столицу они отправятся во второй половине сентября. Передача животных – это часть долгосрочного сотрудничества округа с московским зоопарком, который является одним из ключевых учреждений нашей страны по сохранению генофонда диких животных. В Москве для телят создадут условия, максимально приближенные к их естественной среде обитания. Ямальский питомник овцебыков – крупнейший в мире. В среднем здесь ежегодно рождается 20 телят. На Ямале выберут лучшую автоледи. Окружной конкурс по автомобильному многоборью среди женщин пройдет в сентябре в Муравленко. Заявки на участие будут принимать с 22 июля. Ознакомиться с положением можно на сайте Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАУ. Девушек ждет классическое скоростное маневрирование, проверка знаний ПДД и основы оказания первой помощи. Конкурс проводится с целью профилактики правонарушений в области дорожного движения, а также формирования культуры вождения. В Ноябрьске пошли грибы. Местные жители уже начали хвастаться урожаем с тихой охоты. Рассказывают, что в лесу можно найти маслята, красноголовики, подберезовики и волнушки. Знатоки урожайных мест собирают грибы пакетами, а красивыми кадрами поделились с телекомпанией МИК. Первые грибы уже находили и на газонах центральных улиц Ноябрьска. Белый медведь выпрашивал еду у экипажа ледокола «Урал» в районе Обской Губы. Ролик опубликовали в телеграм-канале «Атомфлота». Мишку заснял экипаж атомохода. Несмотря на умилительное выпрашивание, хищнику ничего не дали. Кормить диких животных запрещено, особенно белых медведей. Иначе они перестанут бояться людей и начнут к ним приближаться, отметили в прислужбе «Атомфлота». Ямальцы, участвующие в СВО, получили очередную крупную партию техники. Это автомобили УАЗ «Пикап» и «Буханка», квадроциклы, грузовые прицепы, многоцелевые гусеничные платформы, квадрокоптеры, мотоциклы, антидроновые ружья, бронежилеты, дизель-генераторы и другое военно-техническое имущество. Радиоуправляемый танк может быть использован как при штурме для прикрытия, так и при разминировании территории. Он также будет доставлять боеприпасы и продукты питания, эвакуировать раненых. Установка, как называем, танчиком, то есть тут крепится турель для установки пулемета, то есть как и пулемет может устанавливаться, так и другие приспособления, то есть она и съемная. Управляется этот танчик, подключается к монитору, такой монитор, тут джойстик, все есть, то есть пулемет, если подключается, он может и на расстоянии до 25 метров выезжать с окопа. Всю технику закупили за счет средств окружного бюджета. Этой поставкой ИНАУ закрыл основные запросы подразделений на крупную технику, рассказали в правительстве. В работу взяли уже следующую партию заявок. О потребностях бойцов узнают от командиров частей и во время личных встреч. Для оперативного решения вопросов связь с подразделениями держит спецпредставитель губернатора в зоне СВО. Военнослужащие отмечают, поддержка мощная. И техника, и то, что мы передаем преимуществу, это сегодня наиболее востребовано для выполнения поставленных задач нашими бойцами. Сегодня к вечеру все будет уже в районах размещения наших подразделений. Мы очень оперативно выстроили сейчас работу, то есть время от получения заявки до выдачи необходимого имущества мы минимизировали. Это очень помогает нашим командирам, нашим бойцам. И эта работа продолжается. Анонимные блогеры могут оказаться вне закона. Роскомнадзор хочет обязать владельцев аккаунта в соцсетях, чья аудитория превышает тысячу человек, передавать в ведомство личные сведения о себе, так как они занимаются массовым распространением информации. О других новостях страны расскажем короткой строкой. Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах за плохое содержание домашних животных. Если инициативу одобрят, то заплатить рублем придется в первую очередь за неправильный выгул. Если хозяин не убирает за своей собакой или выводит на улицу без намордника опасные породы. Помимо этого, штрафы могут назначить за нарушение санитарных норм содержания животного. И самовыгул, когда псов отпускают самостоятельно бегать по улицам. Федор Конюхов продолжает покорять Арктику. Знаменитый путешественник в компании с парапланиристом Игорем Потапкиным установил мировой рекорд по дальности полета на мотопараплане в Арктике. Экипаж преодолел 440,5 километров за 10 часов и 13 минут. На этом самый известный российский странник не остановился. Он покинул ледоход, на котором приплыл на Северный полюс, и теперь один дрейфует на огромной льдине. На ней установили три палатки. В одной Федор будет жить, еще одна под оборудование, и третья станет часовней. Во время дрейфа путешественник проведет научные исследования для Института океанологии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы назвала причину недавней вспышки батулизма в стране, в результате которой пострадало 417 человек, и двое скончались. По словам Поповой, источник отравления – фасоль для салатов, которую доставляли из-за рубежа. После ее приготовления были нарушены нормы хранения, а сами блюда готовили в нелегальном цеху. Салат с фасолью, который стал причиной заражения, был почти в трех тысячах заказов. Его готовили в доставке еды к кухне на районе. Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов. Теперь они обязаны останавливать переводы, если счет ранее участвовал в мошеннических операциях, учитывать информацию об уголовных делах, заведенных на получателя средств, и реагировать, даже если пострадавший клиент не обращался в банк с жалобой на обман. А у меня все новости к этому часу. Далее наш выпуск продолжит программа «Патруль». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова